Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена началу и проведению Пятого международного русского кинофестиваля. Мы сейчас расскажем о том, где и как он будет проходить, в каком формате, какие там будут у него особенности. Я представлю участников нашей пресс-конференции. Здесь, по большому счету, представители жюри русского, некоторые представители жюри русского кинофестиваля, представители оргкомитета русского кинофестиваля, представители прессы. И Владимир Березин, народный артист России, Борис Костенко, тележурналист и медиа-менеджер Николай Ларин, исполнительный продюсер нашего проекта, Алена Шмакова, пиар-директор и член оргкомитета, Елена Тихомирова, член оргкомитета, и Кирилл Батуев, член оргкомитета, и человек, который продвигает наш кинофестиваль средствами маркетинга или маркетинга. Кому как это привычнее. Я тогда начну. Организационные моменты расскажу, как и где пройдет русский кинофестиваль. Открытие состоится у нас послезавтра, в субботу, 13 ноября, в зале Ярославль, гостинице «Золотое кольцо». Начало сбора гостей в 17 часов. На сайте русского кинофестиваля в разделе «Регистрация событий» уже многие там зарегистрировались. И, ну, собственно, все пройдет по плану, надеемся. Далее все кинопоказы у нас пройдут также в этом же зале гостиницы «Золотое кольцо». То есть мы поменяли площадку, вынуждены были поменять площадку. Ну, кстати, вот в этом же зале мы проводили две недели назад предварительную пресс-конференцию. Был задан вопрос, что будет, если вдруг внесут какие-то, появятся какие-то ограничительные меры, связанные с пандемией, и вам придется поменять, ну, как бы, вам не дадут ту площадку возможности проводить. Первоначально это был Московский дом национальности. И мы там планомерно планировали, но там непредвиденные обстоятельства, связанные с тем, что не рекомендуют проводить в Москве массовые мероприятия в таких учреждениях. Поэтому нам пошло навстречу руководства федерального государственного унитарного предприятия гостиницы «Золотое кольцо», которая входит в управление делами президента Российской Федерации. И нам все кинопоказы мы проведем там. Немного сместились у нас даты проведения, но, собственно, все, что мы планировали, мы сделаем в этом более комфортном, как нам показалось, более удобном для зрителей месте в «Золотом кольце» в центре Москвы. Чуть позже подойдет наш, уже подходит один из членов жюри, который подробнее расскажет о программе Русского кинофестиваля, о том, какие фильмы там будут представлены. Ну, я просто кратко скажу, что это поступило заявок более 200 фильмов из 13 стран. Отобрано было чуть более 100. В шорт-лист вошло чуть более 100 фильмов. И почти все они у нас участвуют в программе конкурсного кинопоказа. У меня в руках на 11 листах программа. Она также опубликована на сайте Русского кинофестиваля. И вопрос задают, почему некоторые уже, нам поступил один из вопросов, почему не все фильмы, которые вошли в шорт-лист, они оказались в программе? Ну, просто действительно очень много фильмов хотелось бы показать. Не все они уместились по хронометражу в то время, которое будет предоставлено для оффлайн-кинопоказа в кинозалах «Золотого кольца». Но все фильмы, которые указаны в шорт-листе, они представлены в закрытом онлайн-кинопоказе Русского кинофестиваля на нашем сайте. Все могут принять участие в их просмотре. Жюри оценивают их наравне со всеми фильмами, которые содержатся и в программе кинопоказа. В кинозалах. И более того, эти фильмы также участвуют в определении приза зрительских симпатий. Вот. Это кратко о кинофестивале. И тогда я передал бы слово Борису Игоревичу Костенко. Борис Игоревич является не только журналистом, таким публицистом. И, кстати, как публицист он давно исследует тему русского мира, частью которого является русский кинофестиваль. Вот я попросил бы Бориса Игоревича рассказать, где здесь точки соприкосновения и что здесь о чем. Спасибо. Вот сзади изображен логотип нашего кинофестиваля. Нашего, потому что я имею отношение с самого первого его выпуска, состоявшегося уже достаточно давно, пять лет назад. Это пятый фестиваль. И отличие принципиальное нынешнего проекта, назовем это так именно проект, то, что он получил поддержку президентского гранта Фонда культурных инициатив, мы считаем, что это признание. Это не очень большая поддержка, не будем цифры озвучивать, но это в первую очередь признание того пути, который прошла эта площадка кинтографическая. Я считаю это огромным событием, потому что сегодня уже те, кто считает своим долгом высказаться на так называемую русскую тему, она космическая, потому что речь идет о русской цивилизации, как ее понимают сегодня. И художники и публицисты, всегда высказывающиеся о стране, где они живут, это для них, и для меня в том числе, потому что я этим занимаюсь, исторической публицистикой уже много лет, это крайне сложно. Обратите внимание, что очень легко относительно рассказывать о странах и народах, которые от нас очень далеки. Индия, Китай, Япония. Что бы ни сказали, все как бы нам нравится. А вот уже о Европе, не говоря уже о собственной стране, говорить искренне, честно, чтобы поверили, это не так просто. Вы часто сталкиваетесь с тем, что на экране идут материалы, где недосказанность, какая-то ирония, ерничество. Иногда совершенно издевательские есть вещи, вроде бы как на русскую тему. А вот искренность и глубина, чтобы иногда защемило, когда два кадра смонтированы правильно, соответствующим звуком и ассоциативным рядом, это не каждому удается. И когда начинался фестиваль, никто не думал, что такой будет отклик. Оказалось, что та самая критическая масса публицистов, журналистов, кинетографистов, которые хотят работать в этой теме, она оказалась огромна. Вот сейчас была произнесена цифра, более 200 работ представлены. Это же весь мир. Это не только Москва и крупные города. Сегодня, я не хочу сказать, что все упростилось до съемок на телефон. Нет, техника сегодня стала доступной, язык кинетографический стал достоянием уже достаточно большого числа авторов. И вот тот уровень, который представлен, он вдохновляет. Второе важное событие. Мы находимся вот в том, как мне кажется, переломном времени. Ну, не буду, может, переоценивать это событие, но мне кажется, еще наше общество не поняло, что сказал президент на Валдае. Это фактически консервативный разворот к тем самым традиционным ценностям, которые в основе концепции русского кинофестиваля. Вот этот умный консерватизм, то есть вглядывание и популяризация того, что есть великая русская цивилизация, это основная задача вот этого русского кинофестиваля. И вот уже пятый год это проходит, и мы видим, что это в совокупности своей демонстрация силы, творческой состоятельности и, главное, мировоззренческой определенности. Она сегодня, к сожалению, не попадает на экраны крупных наших вещателей, потому что это не только не формат, потому что основные вещатели у нас коммерческие. Но еще эти материалы, эти фильмы заставляют задуматься. Сегодня никто из наших, так сказать, больших телевизионных мейджоров особенно этим не страдает. Исключение это ВГТРК, она выполняет государственную функцию. Там есть достаточно много очень интересных журналистов, в том числе Алексей Денисов, который работает. У него это специальная редакция исторического документального кино. Но там это поставлено на поток, но это один канал. А все остальное – это исключительно коммерция. Как это ни странно звучит. И я уверен, что будущее сегодня в онлайн или независимых площадках, к сожалению, денег у людей не так много. Но скромность – это не значит непрофессионализм. Можно очень лапидарными средствами изобразительными киноязыка сказать очень много. Ну а текст и мысль и ассоциация – это, наверное, самое главное, что есть. Я уверен, что зрители, которые придут, надо ножками прийти. Потому что большой экран и зал – это абсолютно другое ощущение, когда ты смотришь или на маленьком совсем экране, или на экране компьютера. И даже звук, который… Кстати, еще почему отобраны были к фильмам для показа? Потому что это качественное кино с точки зрения его показа. Это и звук, это и монтаж, это и качество изображения, и где-то и Full HD, и даже больше. Поэтому вот тот образ совокупного, образ России, который будет создан в результате этого фестиваля – это как раз тот образ будущего, которого мы все хотим понять, принять, поделиться и утвердить этот образ как оптимистический, чтобы мы гордились своей страной и были уверены, что она идет к тому особому пути, не к тому, который она навязывает, а именно по своему пути, где для всех найдется место, как для людей творческих, потому что русская цивилизация – это цивилизация творцов. На это, собственно, направлен основной вектор отобранных на фестиваль работ. Спасибо. Спасибо, Борис Игоревич. Действительно, вот некоторые работы смотришь, но действительно увидеть можно только на кинофестивале и, скорее всего, только на русском кинофестивале, поскольку телеканалы эти фильмы не показывают по разным причинам, а кинотеатры их тоже не показывают по причине, что это не коммерческое кино. Но во всех этих фильмах, вот я еще раз покажу, это 11 листов здесь мелким шрифтом, это фильмы, которые будут показаны на русском кинофестивале, это кино, которое сделано от души людьми, которые не могут не снимать и которые говорят правду. Здесь вся страна. Да, здесь вся страна. Ну и другие страны тут. Да, и другие страны. То есть какой-то вот… Я вот к Владимиру Александровичу сразу уже обращаюсь. Это же какое-то явление культуры, которое не оценено, не воспринято, но оно есть. Вот когда живут люди, простые кинематографисты в регионах, которые не получают больших там субсидий от фонда кино либо от других организаций, от административных структур, но они не могут не снимать, они снимают это кино и хотели бы поделиться вот своей работой, своим взглядом, своим вот этим вот взглядом на мир, русским взглядом на мир. Как вот вообще к этому следует относиться? Насколько это ценно вообще для российской культуры? Очень есть русское слово «духоподъемный». Я его редко произношу, хотя все, что с ним связано последние десяток лет, оно как-то вписалось, вмонтировалось в мое сознание, мое мироощущение. И я вот последние пять лет горжусь не только тем, что мы рядом с людьми, вот так за одним столом, вот так вот как за одним общим столом, понимая друг друга, никому ничего не доказывая, мы только подтверждаем то, что сказал коллега, что сказал сосед. Я с упоением слушал Бориса, своего коллега замечательного, думал, господи, боже мой, вот это так бы сформулировать на государственном уровне. Потом сказал, да, наверное, у государства есть свои задачи, а кому же это делать? Некому делать? Спросил я, я ответил на вопрос, да нет, пожалуй, есть кому. Это люди, те, которые организуют в пятый год, а в пятый раз важный, во-первых, это юбилей поздравляем, а во-вторых, в пятый раз никогда случайным быть не может. Один, ну два, ну и, а потом уже как пойдет. В пятый раз стабильно, в пятый раз по-русски, преодолевая всякого рода сложности, по-русски относясь к тому, что мы должны все-таки идти, стиснуть зубы и победить, преодолеть. Причем в таких случаях мы чувствуем себя не одинокими, здесь три, вот Алена и все, кто рядом с нами все эти годы, а вместе, вместе с теми, кто создает продукт, а вот люди, тратящие свою жизнь на то, чтобы это продвинуть, выражаясь временным языком, вот этот контент, выражаясь временным языком, и часто явление культуры и искусства, это уже выражаясь языком русским, классическим. Опять же, из того, что было, люди делают, потому что русский дух покоя не дает. Я радуюсь за тех, вместе с коллегами, кто получает большие деньги для того, чтобы создать шедевр. Понимаю, это тоже сложно. Как-то нужно за большие деньги ответить. Но я удивляюсь и преклоняюсь перед теми, кто сроду больших денег не видал, и, простите, может, я не прав, мое мнение, по русской традиции, ощущая их всегда нехватку. И тут же я отвечаю, для чего и почему. Почему вопреки, а потому что так устроена душа русская, она должна всегда страдать, это не хорошее слово, она должна быть в тонусе, чтобы что-то производить. И все, что происходило в нашей жизни, как ни странно, и, к сожалению, происходило в самые трудные времена. Поэтому, чтобы не сказать, слава Богу за трудные времена, я говорю, слава Богу за то, что в эти трудные времена есть люди, которые по одну сторону баррикады, образно выражаясь. Это первое. Во-вторых, некоторое время назад я вдруг вспомнил русское выражение «большое видится на расстоянии». Что бы оно могло значить для нас? Мы? Это взгляд в историю свою или в будущее? В историю нечасто многие оглядываются, к сожалению, а вот в будущее за горизонт сколько живу, столько смотрю. Потому что нас учили, что все самое лучшее оно там. А потом, когда повзрослел, когда виски стали седыми, понимаешь, все лучшее оно здесь. Оно здесь и сейчас. Это почти банальный образ. Но я хочу сказать, что большое видится на расстоянии, оно и для нас в том числе через взгляд людей, которые смотрят со стороны на нас. Так сложились семейные обстоятельства. Моя дочь по любви вышла замуж за француза и живет во французской Британии. Мы также страдаем, особенно последние полтора года, что не можем поехать. Но мы вдруг поняли, когда мы туда приезжали и будем приезжать, надеюсь, мы смотрим на свою страну, оглядываясь и в историю, и местах, которые живут. Вдруг так многие вещи понимаешь, о которых ты никогда не обращал внимания. Но почему так, говорю я себе? Отвечаю, что коротко. А русский человек так устроен. Так на всякий случай. Почему? А потому что масштаб такой, в том числе и событий, которые являются культурной составляющей. Просто много. И большого масштаба. Но вдруг интерес к людям, которые живут испокон века в этой Британии, они даже и не французы, они бретонцы, поэтому они так пристально на все обращают внимание, вдруг появилась русская девушка, русская молодая женщина, и что-то стало происходить вокруг. Собирают всех соседей, накрываем столы, а нам включают там русские песни, русские видео. Надежду Бабкину, к примеру. Это я так, то, что на ум пришло. И они с ума сходят, потом начинают танцевать, спрашивают, что это такое? А мы говорим, это вот такой современный пример того, чем мы живем и жили. Вам это интересно? Они говорят, это для нас непостижимо. И мама говорит, а нам нет. Мы с этим живем, знаешь, слава богу, когда это мало стало, вдруг сделав круг, мы вдруг этим заинтересовались. Это только вот такая русско-музыкальная культура, а все остальное, что открывает нас, что открывает закрытые даже для нас на какое-то время вот эту нашу внутреннюю конструкцию. И когда они расходились, соседи из соседних поместьй, они сказали, давайте это сделаем традицией. Вы могли бы приглашать русских артистов к нам. Мы на всякий случай сказали, да, конечно, многие хотят сюда приехать, но про себя подумали. По-русски нужно иметь большие, не только в России, во Франции деньги, чтобы их собрать. Но договорившись с друзьями, мы в прошлом году, просто вот те, которые не гипермедийные, которые, за которыми стоит всегда коммерческий директор со своим прайсом, а люди, которые очень хорошо одарены, а сильно одарены, и они могут сыграть, спеть. Франция, Британия, Британия, Британия сошла с ума. Они говорят, мы никогда не думали, что русские такие, а веселые, и во всем этом происходящем мы увидели, какие же они добрые, не говоря о том, какие они щедрые. Мы вроде шутя сказали, а могли бы вы нам сделать такие подарки, а вы взяли и стали делать такие подарки, а мы друзей на отдых приглашали, человек шесть-семь, и все, и вот во всем, в древних стенах древнего замка мы устроили такой русский, чтобы мало не показалось. К чему это? И я вдруг говорю, Женя, мать, а ты знаешь, черт подери, как много мы пропустили, мимо нас прошло, живет нас, то мимо нас прошло, и как оказывается много вокруг нас того, что могло бы и нас удивлять, как удивило тех, кто в жизни, кроме Британии своей, ничего не видел и не признавал. Это вот то, что большое видится на расстоянии. А ведь те, кто создает фильмы, благодаря своим разным возможностям финансовым, выражаясь современным языком, он все равно ведь делает то, что делают люди, которые живут вдали от родины, начинают понимать ее лучше, это мы о себе, любить ее сильнее, это мы о себе, не говоря уже о наших внуках, которые с ума сошли. Они ждут, когда можно будет походить по Красной площади. А мы говорим, я тебе все покажу. По Красной площади, кто же ходит по Красной площади, только провинциалы. Они сказали, нет, у нас центр Москвы, храм Василия Блаженного, это для нас Россия. Как можем? Мы привлекаем, как можем? Находим ключик, код мы открываем. И наш фестиваль, который пять лет живет, думаю, что мироздание, создатель, когда-то шепнул Халенко и Аленев тоже. Ребята, беритесь за это. Легко не будет, но не пропадет ваш скорбный труд. И ради этого русский человек, как ради грядущих побед, заглядывает туда, за горизонт, где почти ничего не видно, но так сладко и так манко. И в этом особенность русской культуры человека, которая мотивирует, которая помогает справиться помогает встать и идти. А это основная суть, такая глубинная суть русского характера. И спасибо всем тем, двумстам режиссерам, кто подал заявки, ста и более режиссерам, которые нам предоставили свои фильмы. Мы, может быть, и сами, увидев, поймем это как то, что понимаешь, когда большое, главное, важное, вдруг твоя жизнь приходит, потому что на расстоянии. Но все-таки приблизить мы это должны в своей жизни. За это большое спасибо всем, кто несет эту ношу, фестиваль, на себе. Спасибо, спасибо большое президентскому фонду культурных инициатив. Это и за помощь, финансовое спасибо, да и за моральную поддержку спасибо, потому что у фестиваля таким образом появляется, как это по-русски сказать, уверенность такая, уверенность, статусность такая. А когда русский человек говорит, о, у нас еще и поддержка, там есть, народ поддерживает, как русский всегда говорил, тогда мы в любую битву с уверенностью в своей победе. За многословность простите меня, обещаю до конца фестиваля не произнести, больше буду молчать до пенсии. Спасибо большое. Спасибо вам, Владимир Александрович, и вам спасибо за поддержку многолетнюю, которую вы оказываете, моральную поддержку русскому кинофестивалю, да, моральную, моральную поддержку. И поддержка народа это одно, поддержка народного артиста России. Только от имени народа. Только от имени народа. И вы знаете, вот я о чем подумал, когда вы говорили о своем опыте русской культуры во Французской Британии, мы планируем проводить мероприятие такое как бы через в течение года после проведения русского кинофестиваля, который планируем назвать эхо русского кинофестиваля. то есть мы планируем в разных регионах России, а может быть и за рубежом проводить такие вот кинопоказы победителей, лауреатов фильмов, ну, такие отбирать программу, чтобы показывать как раз вот какая Россия и глазами россиян и показать, может быть, я подумал, что во Французской Британии там уже публика готова, аудитория есть, если у нас это получится, даст Бог. Я вам должен сказать, во-первых, выражаясь не по-русски, welcome, в смысле добро пожаловать, так что всем было понятно, во-вторых, там, кроме бретонцев, там оказалось такое количество нашего русского брата, ребята, что вот то, что ребята снимают, ребята, ребята, простите, но да, и девчата тоже, то, что ребята и девчата снимают, оно будет нужно всегда, везде в этом убедился, и конкретно там, где русский дух живет. Вот когда собираются русские, ребята, девчата, там происходит такое, что всю жизнь нашей жизни происходило, и что в последнее время перестало быть частью нашей жизни, а зря, потому что там люди, отделенные пространствами, обстоятельствами, чувствами, семьями, как-то такие интернациональными, мы всегда будем рады, места там хватит, там много русской земли уже, там гектаров 10, огородимся, там есть такие большие стены, старинный замок, как по-русски там, полотно, просто не раньше вешивали, вывешивали, нам что-нибудь там повесим и устроим, посидим, попоем, поговорим, посмеемся, это очень и очень нужно, и глядя вот фильмы, которые создают наши талантливые коллеги, еще и помолчим, потому что, когда молча смотришь, больше понимаешь, как мне человеку, который вот тараторит, мне кажется, значительно важнее, когда ты сидишь, слушаешь, так много поймешь, а фильмы о русской сути, даже вне зависимости от того, в какой культуре ты вырос, там много и оказывается тех, кого называют русскими, это представители Северного Кавказа, дагестанцы, чеченцы, ингуши, осетины, они в столице Британии, живут, их там так много, что мы можем, это будет, скажем, техническая сложность, мы можем даже билеты продавать. Но билеты продавать мы не будем, мы попросим купить раскладные стульчики такие, чтобы приходиться своим приехать и посмотреть. Спасибо. И спасибо за это настроение, которое все мы друг другу создаем. У нас подошел Александр Григорьевич Семенюк, наш член жюри и человек, который очень хорошо знает программу, поскольку непосредственно участие в ее формировании принимал. И киновед. И киновед, да. А я как сказал? Не успел сказать. Не успел сказать. Я могу по монтажному принципу кино продолжить мысль по поводу Британии. Можно взять слоганом этого мероприятия из Пушкина. И одинокий голос мой был эхо русского народа. Подходит, да? Подходит. Вот. По поводу Британии, русскости и кино. Значит, те страны, которые раньше славились своим кино, Франция, Италия, то есть Центральная Европа, они уже кино не производят. То, что они производят, это кино назвать трудно. Это какие-то пустые, глупые комедии, бессмысленные. Вот. И даже не верится, что еще там 20, 30, 40 лет назад французское кино Гадара, Гарена было великим и итальянское кино было великим. Вот. А сейчас хорошее кино делают на географической периферии. Вот. И, а почему это происходит? Вот делает Австралия, Новая Зеландия, Скандинавия делает прекрасное кино. Это те страны, которые раньше не были отмечены такими блестящими кинематографиями. На мой взгляд, это происходит потому, что глобализм мировой, он боролся, боролся за унификацию всего и вся, и особенно культуры. И доборолся до того, что им уже тошнит. И вот сейчас те страны, которые были на передовой линии этого глобализма, либерализма, они стали осознавать, что это путь никуда по пути глобализма. И стали постепенно, постепенно возвращаться к истокам, к своим культурным, архетипическим истокам. Вот. И это как раз, вот это движение назад, реэволюция, и порождает хорошее, мощное кино. Потому что кино отображает картину мира, и, соответственно, вот эти все новые, последние тенденции в области культуры, политики, идеологии, они находят свое воплощение в кино. Россия – это кладезь, кладезь культуры, вот, поэтому за Россией будущее, за российским кино, конечно, будущее. Нужно просто отказаться от этих чуждых нам губительных тенденций глобализма и либерализма. И тогда все встанет на свои места. Тогда появится, когда мы, наконец, найдем национальную идею, которую, на самом деле, незачем искать. Она всегда была, есть и будет. Это сохранение православной веры до страшного суда. Это единственная национальная идея, другой у России нет, быть не может и не будет никогда. Во всяком случае, искать ее в социальной плоскости бессмысленно. Поэтому кино, которое обращается к этой теме, к теме национально-культурного наследия, к теме православия, к теме храмового строительства и иконописи, и так далее, оно сейчас переживает как бы второе рождение, потому что вот все 90-е и 2000-е годы, когда разрешили говорить о церкви, и все ринулись с такой вот энергией, и сегодня уже спустя 20-30 лет сложились какие-то штампы уже в православном кино, особенно документальном, такие березки, купола, колокола, священник, который стоит у храма и рассказывает долго-долго про историю этой церкви. А сегодня происходит переосмысление этой темы. Не случайно святейший патриарх призвал, поскольку изданы жития новомучеников и исповедников российских, и сегодня нужно показать образ святости на экране, показать образ церкви на экране, но не вот в таком журналистском контексте, как я уже сказал, колокола, купола и березки, кресты на куполах, а показать в таком более глубинном плане через переосмысление историософии России, то есть истории, философии, культуры, богословия. И я думаю, что молодое поколение кинематографистов, которые присылают на фестиваль свои фильмы, они как раз вот этим и заняты. Для них главное сейчас обрести средство выразительности художественное, вот тот киноязык, научиться говорить. Это вот когда ребенок рождается, он такой крепенький, сильный, бегает уже, но еще не говорит, он постепенно там сначала слоги осваивает. Главное научиться русскому кинематографу говорить, обрести язык и речь. И тогда он безусловно обгонит и американцев, и всех, и всех, и всех. Вот. И у российского кино будет собственная, неподражаемая, пронизанная тысячелетней культурой собственная речь. да, спасибо, спасибо, мы заслушались все. Есть кто-нибудь в этой программе? Да, да, есть, 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 вот, особенно меня впечатлили две выпускницы в ГИКа, я просто запамер фамилии, это документальные фильмы, они в номинации учебные, студенческие, да, студенческие и дебютные студенческие фильмы, фамилия одной из них Штантки, вот, она фильм о инвалидах, вот, о внутреннем мире инвалидов, Афродита 2, по-моему, фильм, да, да, и второй фильм о такой вот спортсменке, которая занимается, вот это, Афродита 2, да, да, о пауэрлифтинге, вот, это, собственно говоря, такой очень интересный портрет женщины, потому что для России, ведь в русской культуре главная героиня, особенно в литературе 19 века, да и позже, главная героиня всегда персонифицировала собой образ России в определенное историческое время, и вот для нашего исторического времени катастрофичного, противоречивого, такого изломанного, вот эта героиня, которая очень ранимая, нежная, женственная внутри, она занимается пауэрлифтингом, потому что всю жизнь искала мужчину, к которому можно было бы прислониться, но таковых не оказалось, и поэтому она взвалила все на себя, это тот тип женщины, которая и коня на скаку, и в горящую избу войдет, вот, и она даже говорит мужским голосом, ну, потому что, чтобы заниматься пауэрлифтингом, нужно принимать определенные препараты, вот, поэтому это такой вот тоже образ, и очень неожиданный образ России современной, вот, поэтому это недавняя выпускница в ГИКа высших курсов, вот, поэтому я точно знаю, что темы и язык кино у молодого поколения кинематографистов российских, он не будет благостным, он не будет таким вот лилейным, вот, это будет такой очень рваный, напряженный, как и нерв в современной жизни, драматичный и драматический, вот, с оттенками трагизма, то есть он будет передавать вот состояние эпохи, состояние эпохи, и насколько адекватным он будет, этот язык, значит, вот, настолько и фильмы будут интересны, потому что лгать в кино нельзя, вот, когда мы пытались показать в советское время, очень многие же не знают, это многие забыли, что главный девиз соцреализма это борьба хорошего с лучшим, то есть, да, там добро и зло абсолютное, то есть бог и дьявол не предполагались, не предполагались, поэтому хорошее боролось с лучшим, вот, но оказалось, что это не совсем так, и поэтому сегодня художник пытается проникнуть вот в эти глубины, достичь максимума и в нравственных императивах, и в эстетике, он старается заглянуть за границы привычного спокойного мира, туда всегда на переломе, мы же живем на переломе столетий и тысячелетий, то есть, это такая двойная эпоха, граница эпох, и не случайно, что один мир закончился, вот, один космос и начался другой космос, а мы знаем из истории литературы, что античная трагедия как раз и рождала наиболее интересные образцы вот на переломе эпох, на переломе эпох, когда один космос уходит, а второй только-только народился, и вот это состояние хаоса, у нас говорят хаос, но это не в бытовом плане, вот этот хаос, вот этот временной промежуток между космосами, освоение нового космоса, это самое интересное, что должно подвигать художника для освоения, для осмысления, каким будет будущее нашей картины мира, вот это главная тема, каким будет будущее, и не только в политической и социальной плоскости, но главное в духовном плане, каковы духовные очертания нашего будущего, вот это на мой взгляд главная тема, которые обращаются и будут обращаться российские современные молодые особенно кинематографисты. Вот я еще продолжу, что фильмы есть разной степени производственной сложности у нас в программе, есть, например, фильм документальный, который снимали, помимо режиссера известного, Андрея Кончаловского, снимали более 30 журналистов и более 30 операторов, и у него такой широкий, масштабный такой, но со своей глубиной, с большим масштабом, с широтой, но со своей глубиной. Есть там фильмы, которые очень локальные, казалось бы, документальные тоже, которые рассказывают казалось бы о локальных ситуациях, но они показывают жизнь небольшого числа людей и показывают они очень локально и очень точно и очень глубоко, то есть по масштабу небольшие, но очень глубокие фильмы. А есть фильм, который у нас художественный, называется «Русская земля», снят в жанре макюментари, такой псевдодокументалистики, который снят просто одним человеком, он же оператор, он же режиссер, он же там продюсер, он во всех, и смотрится он тоже так, об этом там и написано, он снят тоже без всяких там фондовых поддержек, но тем менее. Я хочу продолжить мысль и со всей большевистской прямотой, невзирая на лица, так сказать, поскольку вы два автора, вот, в программе фестиваля «Пусковский рубеж», да, вот, и... Это день открытия русского кинофестиваля. фильм-открытие будет. Покажем его. Да, он интересен сам по себе, дело в том, что уже не снимают в этом жанре, этот фильм сделан на стыке, да, на стыке публицистики и документального кино. И документальное кино, особенно 90-х и 2000-х, оно чем было знаменито, абсолютное большинство нашего российского кино, чернухой. Вот, сначала в 90-е просто помойки показывали, а потом вышли на более такой глубинный уровень и стали показывать, многие документалисты, не скажу, что все, вот Россия, это и есть помойка, образ помойки постепенно складывался, особенно старались для международных кинофестивалей. И чем более грязнее изображали нашу Родину, тем больше денег и призов на Западе им давали. А этот фильм отличается тем, что здесь есть определенная вот такая эстетическая и нравственная чистота, есть такой посыл, вот показана такая кристальная чистота нашей истории, нашего прошлого, настоящего, и такой вот взгляд в будущее, потому что Псков, это действительно не только пограничный, но это еще и культурный рубеж, это еще и наш религиозный, православный рубеж, это тот оселок, на котором затачивалась и закалялась Россия. И вот в этом контексте как раз Борис Костенко и Андрей как автор этого фильма, вот они как раз и сняли с таким взглядом в историческое прошлое, настоящее, в трагическое, там Александр Невский и Псковские десантники и Великая Отечественная война, то есть самые трагические страницы истории России, они происходили там, на Псковской земле, вот, и как раз об этом фильм и о том, что эти трагические события не сломили Россию, они ее закалили, и вот в этом особенность русского духа и русской истории. Благодарю, Александр. Я еще на одно обстоятельство русского кинофестиваля хотел бы обратить внимание, то, что проходит он третий год подряд уже не только в кинозалах, но и в интернете, для того, чтобы раздвинуть границы проведения русского кинофестиваля, сделать фильмы эти доступными для максимально большой аудитории, поскольку, как один известный политик сказал, Россия не заканчивается нигде, и уже есть какие-то результаты этого продвижения. Я попросил бы Кирилла Батуева два слова сказать о том, какая аудитория, как она формируется, интернет-аудитория. Спасибо. Я бы хотел сначала мысль коллеги продолжить относительно того, что русское кино должно научиться говорить. Говорить недостаточно. нужно, чтобы еще слушали. И сейчас интернет и средства онлайн-продвижения дают возможность быть услышанными тем кинематографистам, которым достаточно сложно получить доступ к большому экрану. Будь то экран кинотеатра, будь это интернет-кинотеатра, будь это телевизионные программы, сделать это реально очень сложно. Те, кто хоть раз с этим сталкивался, понимает, что задача очень серьезная и она может людей ввергнуть в уныние, когда они с этим сталкиваются. Вот то, что делает русский кинофестиваль, он как раз дает шанс быть услышанным. У нас очень большая аудитория не только среди людей, которые смотрят кинофестиваль, очень много людей следят за событиями и мероприятиями нашего кинофестиваля, потому что у нас в социальных сетях идут регулярные трансляции, просто по итогам прошлого года наш охват составил 100 тысяч человек. Это те люди, которые следили за тем, что происходит на кинофестивале. Может быть, это не супергигантская цифра, но на самом деле это целевая аудитория. Мы общаемся с теми людьми, которым это интересно. И лишний раз это подтверждает факт востребованности кинофестиваля, востребованности самой идеи того, что то, что люди снимают и то, что люди показывают, это интересно и люди готовы это смотреть. Поэтому я с удовольствием приглашаю всех в наш онлайн кинотеатр. Там можно посмотреть фильмы, не только вошедшие в шорт-лист этого года, но и фильмы прошлого кинофестиваля и фильмы, не вошедшие в шорт-лист. Поэтому приглашаю всех следить и дать возможность в том числе и молодым кинофиграфистам быть услышанными и увидимыми. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Так, ну, в принципе, мы рассказали, скорее всего, обо всем. Есть у кого что добавить? Микрофон. Спасибо. Елена Тихомирова, член оргкомитета. У нас продвижение не так активно было. Между своими, что называется, да, сейчас уже сформировалась некая идеологическая платформа, да, уже понятно какое-то наполнение, понятно, что это востребовано, мы с вами понимаем. И я как вот мать троих детей, да, как человек, общающийся с молодыми разных возрастов, я понимаю, что им тоже нужно это. Они хотят получить информацию, глубокую информацию, вот какую-то, даже нет, не информацию, они хотят получить базис какой-то, им это нужно, основу, да, корни напоить тем, что у нас было, когда мы росли. У нас вот эта поддержка была, им тоже это нужно. Как мы выйдем на эту аудиторию, к ним очень сложно достучаться, у них уже есть определенные стандарты, определенные какие-то привычные картинки, определенные каналы привычные, они не пользуются. Мы будем развивать направление продвижения нашего фестиваля, того, что у нас есть, нашего богатства. Я молодых. Да, благодарю, Елена, вот действительно мы упустили это. Во-первых, кинофестиваль наш и в этом году, и в предыдущие годы, это не только кинопоказы, это еще и мастер-классы разных мастеров, разных отраслей, и кинематографа, и не только, то, что те мастер-классы, которые могли бы быть полезными самим кинематографистам. Потом я говорил об этих мероприятиях Эхо русского кинофестиваля, чтобы устраивать, чтобы мы, кстати, в декабре планируем по итогам русского кинофестиваля провести в не менее пяти вузах Москвы, Московской области кинопоказы для студентов фильмов победителей пятого международного русского кинофестиваля, и далее сделать такую же практику и в других регионах нашей страны, с тем, чтобы как раз решить помочь приблизиться к этому. Анимация есть, то есть мы можем для более молодых, совсем молодых целый детский у нас один день посвященный детскому кино, анимационному кину. Здесь зависит большое значение имеют те, если мы говорим о социальных сетях, вот эти репосты, которые могут делать участники и посты, то есть сами публикации в социальных сетях, сами участники русского кинофестиваля, которые будут у нас присутствовать, будут представлять свои фильмы, которые 2 декабря будут на церемонии закрытия русского кинофестиваля и получат дипломы в разных номинациях и этим тоже могут поделиться в соцсетях и привлечь внимание вот как раз к этим фильмам. То есть это как бы наше общее дело. Понятно, что Кирилл Батуев, он будет заниматься своим делом маркетинговым, но он будет постоянно наполнять событиями русского кинофестиваля те ресурсы, которые у нас есть, а от всех участников, в том числе тех, кто представляет свои фильмы, зависит тот контакт с аудиторией их произведений, который мы стараемся здесь организовать и который надо конечно же расширять, конечно же вовлекать как можно больше людей. И вот, кстати, еще Борису Игоревичу я слово передал бы. Мы недавно накануне были на одном важном мероприятии, которое называется Всемирный русский народный собор, и там как раз речь шла о механизме, который позволил бы соединить зрителя вот с таким вот кино, которое несет духовные, традиционные духовно-нравственные ценности. Борис Игоревич. Это было в городе Ставрополь достаточно хорошо организованное мероприятие, тоже секции, дискуссии, и там были представители, ну скажем так, вот общества, зрители потенциальные, и все высказывались практически одинаково, что востребованность в национальном аудиовизуальном продукте она колоссальная, именно в национальном, причем формулировалось так, что мы многонациональный русский народ. Выходил заместитель председателя правительства Чечни и говорил я русский чеченской национальности и произнес такую патриотическую речь, что все там захлопали. Вот, ну, я хотел сказать вот о чем, что востребованность аудитории в подобных фильмах и направл... Огромно. Наша задача, чтобы площадка русского кинофестиваля стала тем местом, где формируется культурно-эстетическое и, в том числе, может быть, и где-то идеологическое, но употребим слово мировоззренческое, повестка. Другие площадки, такие как, например, фестиваль там Радонеж, Золотой Витязь, Покров, Сретенье, ну, еще, может, кого-то не упомяну. Они решают свои задачи, но, к сожалению, как правило, на тот уровень, чтобы диктовать свою волю, а что стесняться-то? Именно так и надо ставить вопрос, что отечественные кинетографисты, которые поднимают вот ту самую, самую важную для нашего общества и народа тему, должны формировать повестку, вкус и, может быть, даже критический обзор того, что происходит вокруг, это можно делать только с определенного статуса. Русский кинофестиваль такой статус имел, а сейчас, тем более, подтвердил наличие вот такой поддержки государственной. Я думаю, что это идет абсолютно в русле того государственного или национально-государственного понимания интереса в области культурных обменов и медиа, который должен быть все в нашей стране. Я думаю, что разворот в этом направлении, он не минуем, и как раз Курский кинофестиваль идет, я считаю, что правильным курсом. Спасибо. Благодарю, Борис Игоревич. Можно я дополню? Проблема-то есть. Дело в том, что Путин произнес Валдайскую свою речь, где говорил, спустя некоторое время, очень небольшое, Министерство культуры не дало государственной поддержки абсолютному большинству фильмов разных, анимационных, документальных, государственническо-консервативной, патриотической, религиозной тематики. Это не один, не два, не три фильма, их гораздо больше, и заявки на них подавали достаточно опытные кинематографисты, лауреаты. Может быть, это случайность, но так бывает, случайности случаются иногда, но какая-то вот странная случайная закономерность или закономерная случайность. Поэтому, конечно же, в этом есть проблема. Для того, чтобы, а что, чему будут учиться дети, подростки, молодежь, на каких примерах? Все-таки государство же должно генерировать и являть эти примеры в кинематографе, и если оно их не генерирует и не являет, то на каких тогда примерах будут учиться дети? Я вот еще один момент добавил бы сюда, отвечая на вопрос Елены, что по поводу мероприятий Русского кинофестиваля, помимо мастер-классов, у нас планируется еще и проведение таких аналитических круглых столов с тем, чтобы пообсуждать и найти какие-то проблемы, пути решения вот этих проблем, которых мы говорим. По сути, наша пресс-конференция уже потихонечку, плавно перетекает в этот формат круглого стола, в чем отражается одна из особенностей нашего русского характера. Мы, когда все вместе соберемся о чем-то конкретном поговорить, мы всегда выйдем на проблемы планетарного масштаба Вселенной и всегда знаем, как их решить и как их нужно решать. Есть еще у нас вопросы? Русский кинофестиваль это часть национальной просветительской платформы как национального проекта просветительского. Ну, я бы еще на самом деле добавил и отметил такой момент на наш взгляд важный, об этом сегодня мы тоже много говорили, что даже из названия можно понять, что русский кинофестиваль не является национальным. В узком смысле. В узком смысле. То есть, он как бы русский фестиваль не по национальности, а русский по духу. Поэтому он международный русский кинофестиваль. То есть, и здесь, в том числе, Елена, отвечаю, может быть, как бы и на ваш вопрос, востребованность вот этого осмысления места России в историческом процессе, места как бы индивида или гражданина и патриота в жизни в целом. Вот интерес к этим темам, к осмыслениям этих тем, в том числе и кинематографическими средствами, показывает и доказывает то, что много заявок поступает от молодых людей, от молодых кинематографистов, от студентов в ГИКа, как отмечал Александр. То есть, здесь вопрос как раз достучаться до молодежи, он в том числе, на мой взгляд, лежит в плоскости той, чтобы дать возможность ищущей молодежи сформировать для них какие-то площадки, вот эти инструменты, выхода на широкую аудиторию, в том числе, что является задачей русского кинофестиваля и одной из его целей, которые здесь также коллеги уже обозначали. То есть, русский кинофестиваль, он поистине, его можно назвать народным, потому что он четыре года организовывался, собственно, группой инициативных кинематографистов без какой-либо внешней финансовой поддержки. То есть, он вырос вот из этих глубин, он сам фактически встал на ноги, он сам завоевал вот эту многотысячную аудиторию, он доказал свою состоятельность именно количеством тех заявок, которые с каждым годом поступают из все большего-большего количества стран и все больше и больше аудитория принимает в нем участие. И здесь, естественно, со своей стороны мы как члены Каборкомитета, люди, которые его организуют, ставим перед собой задачи расширения аудитории, предоставления этой площадки выхода на какие-то новые уровни, отвечающие тем современным инструментам, которые используются в том числе и в коммерческом секторе. Поэтому, на мой взгляд, исходя из вот этой проблемы некоего информационного мусора, которым наполнены информационное пространство, в том числе с учетом развития цифровых технологий, коммуникационных технологий, вот эти крупицы, эти островки того важного, что человек хочет понять, некого смысла жизни, понятия добра, понятия нравственности, патриотизма, любви к родине. Вот как раз здесь русский кинофестиваль старается это сохранять и дать возможность вот этим росткам на этой почве развиться, вырасти в какие-то прекрасные растения, которые явятся миру и его будут менять в конечном счете к лучшему. Благодарю. Так, еще есть у нас вопросы? вопрос по регистрации, ну, по регистрации посещения русского кинофестиваля. Вход свободный, регистрация у нас происходит и на сайте, и в момент, собственно, когда люди приходят, там, оффлайн пришли, записались, всех будет встречать, вот, Елена Тихомирова, и, да, да, то есть вход свободный. На церемонии открытия у нас три свободных пресса осталось. Ну да, ну, это ограничено залом, опять же, с ограничением вот этим. Регистрация на все события русского кинофестиваля проходит на сайте, там есть специальная форма по каждому дню, сейчас пока там две, только на открытие и на эту пресс-конференцию, но вот в ближайшие дни добавится на каждый день кинопросмотров и на закрытие, на церемонию закрытия. То есть это нужно просто будет на сайт зайти и заполнить форму, и все, вы зарегистрированы. Да, 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 он будет на открытие. Да, Псковский рубеж. Псковский рубеж, точка четыре времени, Печерская обитель. Конечно, мы будем соблюдать все требования, которые... Да, вот я хотел как раз отметить, да, что основное требование к соблюдению социальной дистанции, да, опять же, от площадки есть ограничения по заполняемости залов, которые в Москве существуют, да, то есть определенная рассадка и так далее, и так далее, поэтому и в этом, ну и как по опыту прошлых лет будет опять же все мероприятия кинофестиваля транслироваться в онлайн формате, да, если у нас будет превышать вот это количество зарегистрированных пользователей, мы, к сожалению, вынуждены будем ее закрывать и как бы, оповещать нашу аудиторию о том, чтобы они уже оставались дома и присутствовали в онлайн, как бы на мероприятиях кинофестиваля. Да, могут не попасть, поэтому, поэтому вот очень важно регистрироваться прямо на сайте, все равно, понятно, еще раз повторюсь, регистрация бесплатная, посещение бесплатное, но с учетом вот этих ограничительных мер, будет ограниченное количество людей, поэтому, ежели, ну вот у нас будет превышение, зал на 220 мест, но половина, с учетом ограничений, там 100-110 это максимум, 100-110 человек. Но опять же, все показы будут транслироваться онлайн, и все представления участников кинопоказов, то есть авторы фильмов, они также будут представлять свой фильм, и это, собственно, будет для... И каждый день на какое время? 5-6 часов трансляции. Каждый день 5-6 часов. Ну, расписание подробное, опять же, есть на сайте нашего кинофестиваля, ну там в разные дни, либо с 14, либо с 15 часов, и до 20. Игровое кино... Да, 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 у нас распределено... Распределено. Распределено... Каждый день, каждый день будет 3 сеанса, 3 сеанса, и они будут... Каждый сеанс сгруппирован по номинациям, либо это игровое полнометражное, либо игровое короткометражное, либо документальное полнометражное, либо документальное короткометражное, либо детское и юношеское, и для студенчества, и дебютное... Сеанс. Дебютное сеанс. Дебютное сеанс, да, сеанс, двухчасовой сеанс. Либо анимационное. Ну вот, собственно, вот так они будут сгруппированы. Подробную информацию еще раз я покажу вот эту вот 11-страничную программу мелким шрифтом, которая опубликована на сайте Русского кинофестиваля, и все участники, они могут найти себя и заранее уже прийти, сами зарегистрироваться в день кинопоказа и пригласить своих друзей. Еще раз напомню, что открытие Русского кинофестиваля состоится послезавтра, в субботу, 13 ноября, в 17 часов, в гостинице «Золотое кольцо». Там же с воскресенья, с 14 по 25 ноября пройдут кинопоказы. И в начале декабря, 2 декабря, мы подведем итоги Русского кинофестиваля в прямом эфире, также и с трансляции в прямом эфире, и также в гостинице «Золотое кольцо», где зал у нас будет побольше, там на 400 мест зал. Мы подведем итоги, наградим победителей, поздравим друг друга и отправимся в следующий путь. А сейчас мы отправимся тогда, отправим русский, Пятый международный русский кинофестиваль в свое плавание, в добрый путь и в свое плавание. Спасибо, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова